На прошедшем заседании Законодательного собрания было утверждено несколько важных для области нормативных документов. Но прежде чем приступить к основным вопросам, парламентарии заслушали отчет о работе начальника управления МВД по Ульяновской области Юрия Варченко. На повестке дня этот вопрос значился под номером 17, но депутаты решили перенести его в начало. Слишком важная и интересная тема. Следует отметить, что в целом криминальная ситуация в севшем году характеризовалась снижением на 11% массива зарегистрированных преступлений и снизилась до 13 586 преступлений. Подобная тенденция имеет место на протяжении последних трех лет как в Ульяновской области, так и в целом по Приворскому округу. По итогам выступления к руководителю правоохранительной службы депутаты обратились с вопросами. Они просили разъяснить меры борьбы с порчей машин во дворах, осветить динамику нарушений на дорогах, рассказать о взаимодействии с дружинником и многом другом. Несколько следующих вопросов касались законопроекта о стратегическом планировании. Это управленческий документ, который содержит цели развития региона, пути их достижения, жесткое требование федерального законодательства. Это определенный прорыв. Почему? Потому что одновременно с этим законом, о котором мы сказали, выносит изменения в пять нормативных актов. Меняется устав области, меняется закон о губернаторе, меняется закон о правительстве. Есть четкое разграничение вот в этом процессе. Согласно документу, теперь утвержденный губернатором отчет о реализации стратегии будет направляться для утверждения в ЗАГС собрание. Процесс стратегического планирования будет широко увлекаться общественность. То есть каждый гражданин сможет ознакомиться с ходом реализации стратегии и принять участие в ее доработке. По этому пункту закон станет уникальным для страны. Другим важнейшим документом стал закон о наказах избирателей. Принят он был только в первом чтении. Я считаю, что польза от этого законопроекта очень огромная. В определенной степени она облегчит работу депутата, в другой просто станет еще одним из вех его деятельности. То есть не просто нужно будет, допустим, отстоять чьи-то права в положенной льготе по закону или восстановление трудовых прав, невыплате заработной платы. Но бывают такие обращения, которые требуют больших материальных затрат. Именно такие обращения выступают зачастую как наказы избирателей. Законопроектом устанавливается количество участников схода, на котором принимается наказ. Прописаны обязательные очные участия депутата на этом собрании. Самый главный, мне кажется, результат этого закона, то, что впервые фактически в Ульяновской области население Ульяновской области, активное, сформированное, то есть те, которые, они становятся полноценным участником бюджетного процесса. Не просто они пришли и попросили, а им отказали. А они, соответственно, собираются по определенной процедуре, приглашают депутата, обсуждают это, голосуют и включаются в бюджет. Работа над законопроектом велась межфракционная. Поддержала инициативу губернатора Сергея Морозов. Тогда почему документ принят только в одном чтении, а не в двух сразу, как того требуется? Только для того, чтобы еще раз детально обсудить его в самых широких кругах общественности. Для того, чтобы, возможно, возникнут вопросы. Хотя, я скажу честно, я сам с ним очень серьезно работал, очень много думал об этом. Это очень важный и нужный закон. Это один из самых важных законов, которые мы принимаем в эту сессию. В заключении заседания депутаты проголосовали за проекты федеральных законов. До этого они были рассмотрены на соответствующих профильных комитетах, где по ним были вынесены вердикты – поддержать или не поддержать. Егор Тестов, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда. Руслан Баталов. Новости дня.